Доброе-доброе утро! Вчера так увлеклась книгой, что даже не заметила, как уснула. И сны такие странные снились, как будто мир превратился в сладко-приторный сериал. Все люди, естественно, счастливы, на работу не ходят и живут одними лишь развлечениями. Книга, кстати, известная писателя Улдаса Хаксли, называется «О дивный новый мир». Кстати, это же тема выпуска на календаре 27 августа четверг. И давайте же узнаем, что такого дивного нас ждет в сегодняшнем выпуске. Поэзия, проза и авторская песня. Литературный фестиваль для талантливых северян. Самая душевная игра на пианино, которую вы когда-либо слышали за роялем месье Барбос. Утренний обзор соцсетей от Юлии Константиновой. Все самое интересное по ту сторону монитора. Верят ли северяне в паранормальные явления? Утренние размышления. Всем привет, друзья. Сегодня я прочитал одну интересную новость. Жители одного из шотландского городка, узнав, что правительство решило снести старое здание школы, решили сфотографировать его на память. И на одной из фотографий увидели призрака. Фото примечательно тем, что в окне старой школы можно видеть призрачное лицо, напоминающее пожилую женщину. Кроме того, приглядевшиеся, многие люди со страхом заметили, что лицо на изображении не одно, а два. За этой новостью я увидел другую новость. Начальник службы безопасности строительного объекта в Англии заметил, что сработали датчики движения. И, выйдя на улицу, увидел нечто странное. Увиденное Адам сфотографировал. Это был силуэт странной женщины в белом платье, который исчез через несколько секунд. Я в жизни никогда не видел призраков. Мне стало интересно, а северяне видели когда-нибудь что-то подобное? Ну, какое-нибудь паранормальное явление? Нет. Посмотры фантастических фильмов и мультиков. Только тогда? Наверное, да. А у вас никогда не было такого нечто подобного? Нет, не было, слава богу. А верите, что они существуют? Нет, конечно. Ну, как я могу верить, если их не было? Призраков не видели? Нет. Хотелось бы? Нет. Я боюсь. Нет, не сталкивался. Скажите, вы верите в призраков? В призраков? Я думаю, нет. А сталкивался когда-нибудь? Нет. А если столкнешься, что будешь делать? Я думаю, не толкнешься. Естественно. Да? Ну-ка расскажи, что это было. Что это было такое? Это было... Домовой. Да ладно, домовой. Где? Дома, мы подруги. Подруги? И как это? Ну, скажи, как это было? Что за ситуация? Ну, в общем, мы сидели дома, мы были только двоем, никого не было. Свет выключался, включался, выключался, включался. И, то есть, челк-выключатель. А дома никого не было. То есть, это не короткое замкание, это просто домовое. А вы сталкивались с жизнью с паранормальными явлениями? Пока нет. А вообще хочется столкнуться? Да нет. А если вот вы увидите призрака, что будете делать? Ничего не буду делать. Как и все. Кричать или здороваться? Ну, здороваться точно не пойду. Ну, попрошу тогда кого-нибудь позвонить в соответствующие службы, чтобы меня забрали. Скажите, пожалуйста, а вы сталкивались когда-нибудь с паранормальными явлениями? Нет. А вообще хотелось бы столкнуться? Нет. Вы верите в призрака? Не знаю. Вот вы увидели бы призрака, что бы вы стали делать? Ну, не знаю. Не знаю. Слушайте, я в них не верю. Серьезно? Серьезно, абсолютно не верю. Я, трудно даже назвать, где я не был. В том числе и в Антарктиде. Нигде ничего не видел. Вообще. Вообще? Вообще. Кольский вес обошел пешком. Ничего нигде. Серьезно. Ничего себе. Вышел на пенсию 50 лет по морскому стажу. Тоже нигде ничего не видел. Вот так. Значит, их не существует. Не существует. Ну и что, я только на своем личном опыте. Существуют ли призраки или нет, это выяснить сложно. Остается только поверить на слово тем, кто с ними сталкивался. На этом у меня все. Пока-пока. Увидимся. Сегодня, 27 августа, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь местами сильный. Ветер северный, северо-западный. 9-14 метров в секунду. В порывах 17-22 метра в секунду. В Кандалакше плюс 11 градусов. В Апатитах и Кировске плюс 9, плюс 11. В Никеле и Заполярном 9 градусов выше нуля. До 10 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 8, плюс 10. Дождь. Удачного вам дня! Доброе утро всем, кто встречает его вместе с нами. Мы, а точнее я, нахожусь на страже свежих событий в жизни известных и просто замечательных людей. Помогают мне в этом соцсети. Кстати, ими я сейчас и воспользуюсь. На днях поклонники герцогини Сосекской Меган Маркл получили редкую возможность увидеть, как она живет в Санта-Барбаре. Жена принца Гарри Уэльского встретилась с известной американской журналисткой Глорией Стейном. Женщины расположились в саду на заднем дворе нового дома Меган и Гарри в Калифорнии. От королевских кровей плавно переходим к обычным блогерским. Как удивить свою половинку на годовщину свадьбы? Заказать для нее доставку подарка на дом и обернуть все таким образом, словно это она что-то снова заказала и забыла. Как это произошло у Оли Димитровой, популярного инстаграм-блогера? Ой, что это? У тебя вот большеватый стало, а это в самый раз. А вот у блогера Алины Левды утро начинается не с чашки кофе, а с прогулки по сонной Москве. Алина и ее супруг укутались в обычные пуховые одеяла и отправились встречать рассвет, перебегая пустые улицы города. Видели когда-нибудь Москву такой? Она другая, никуда не мчит потоком людей, едва пробуждается, написала в своем аккаунте Алина. И напоследок, конечно же, я расскажу о жителях Заполярья, о том, кто и как провел лето. Мурманский фотограф Павел Сумрак провел это лето в путешествии автостопом. Покорил дороги, ведущие к Архангельску. Участвовал в восстановлении Никольской церкви в Ротанавлаке. Покрывал лемехом купол Веденской церкви. Побывал в деревне Ворзагары на берегу Белого моря. Более 10 километров прошел по темному лесу и полный впечатлений вернулся на родину. На этом мой обзор подошел к концу. Я желаю вам яркой и насыщенной жизни не только в соцсетях. Прекрасного вам дня и настроения. Увидимся завтра. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны, вам пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную вам сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу. Тельцы, посвятите день очистке от хлама, как материального, так и духовного. Разбитые чувства и переживания – все это пора выкинуть из головы, а заодно и в доме прибраться. Близнецы, с утра вы будете очень заняты и очень всем нужны. Зато вечер воздаградит вас занятием тихим и спокойным. Главное – до него дожить. Раки, вам не стоит слишком громко и радостно сообщать о своих достижениях окружающим. Можете попасть в неловкую ситуацию. Всем привет! Представьте, как здорово было бы, если бы наши домашние любимцы умели разговаривать и всегда находили бы нужные слова, когда хозяевам плохо и грустно. Ну, говорить они, конечно, вряд ли научатся, а вот задушевно взвыть – всегда, пожалуйста, даже сейчас. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Браво! Такое исполнение заслуживает лучших концертных площадок этого мира. Как проникновенно, как изысканно, пожалуй, посмотрю еще раз, а вы пока узнаете, что еще вас ждет в сегодняшнем выпуске. Творчеству быть! Фестиваль трассы объявила о сборе заявок. Путешествие по Средиземью. Отправляемся на поиски Кольца Всевластия. И вновь о Высоком. Гость студии – писатель Дмитрий Коржов. Сегодня день рождения отмечает авиационный спортсмен и космонавт Сергей Крикалев. 51 год исполняется известному балетмейстеру, в прошлом главному художественному руководителю балета Большого театра Алексею Ратманскому. А еще в этот день родилась советская актриса театра и кино. Одна из величайших актрис 20 века – Фаина Раневская. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях писатель Дмитрий Коржов. Здравствуйте, Дмитрий! Доброе утро, Диана! Доброе утро! Вот интересно, с чего обычно начинается день писателя? Приходит к вам муза по утрам или нет? Нет. Они иногда остаются раньше, вернее позже, а потом просыпаются утром, да. Но по утрам никогда не приходят, потому что для меня утро вообще – это очень тяжелое время. Я человек ночной, поэтому у меня основные какие-то события, даже события, происходят именно ночью. Но никак не утром, потому что очень тяжело, ну как это есть же такое разделение, да, сова и жавороны, да. Вот я, конечно, сова, безусловно, потому что даже какие-то, особенно когда какой-то большой текст, например, ну прозу я, например, пишу, пишу большую, то я работаю только по ночам. А по утрам у меня даже боятся друзья звонить, потому что я очень злой по утрам, как правило. Ну, давайте поговорим о вашем творчестве. Я вижу, что вы пришли не с пустыми руками, на диване лежит книга с интригующим названием. Я уверен, что у вас наверняка этой книги нет. Я для вас специально подарок принес. Мы любим подарки. Это роман, он в том городе, в котором мы с вами живем, в котором мы сейчас находимся, и которого, конечно, большая история. Он, в общем, ему сто лет, чуть больше сто лет, да, всего. Но, тем не менее, история была богатая, насыщенная самыми разными событиями, в том числе трагическими. Вот, начиная вот этой книгой как раз о гражданской войне, здесь интервенции, то есть самый начальный период жизни города. Ну, я думаю, здесь-то ни для кого не секрет, и не тайна, что город наш появился в 16-м году. То есть, соответственно, действие этой книги начинается в 18-м. То есть это еще такой город в режиме становления города. Он еще городом толком не стал. Такое поселение из бараков. Дмитрий, я знаю, что вы не только пишете сами, но и помогаете другим молодым писателям найти свой творческий путь. Это я сейчас про фестиваль «Литературный капитан Грей». Я так понимаю, в этом году он тоже состоится. Давайте немного об этом тоже поговорим, расскажете подробность. Благодаря гранту к нам смогут приехать на полном обеспечении государственного, вернее, на обеспечении этих грантов, за счет этих грантовых денег. Множество экспертов из первого ряда, из Москвы. Из Москвы, из Архангельма, такая география широкая, в том числе Русский Север, предполагает из Москвы, кроме Алексея Ильдакова, предполагает приехать. Игорь Михайлов, это заместитель главного редактора журнала «Юдность Московского». Предполагает Сергей Главюк приехать. Это очень известный поэт. И, кстати, мы дружны с Сергеем именно из-за того, что он очень много занимается славянской поэзией. Он руководит семинары, фестиваля под Москвой, в Твери, в Твери Большого, где участвуют поэты из разных стран славянских. А что касается участников фестиваля? Кто может принять участие в нем? Возраст не ограничен. Здесь тоже ничем, никаких рамок нет. Нет. Любой человек, который захочет. Но, в первую очередь, конечно, мы рассчитываем на студентов, школьников, на молодых людей. Но это обязательно должны быть люди пишущие, люди талантливые. Но мы в этом году еще к тому же, помимо… У нас, как он официально называется? Он называется «Литературный фестиваль авторской песни и литературы малых форм». То есть вот принимаются в том числе и песни, записи песен. Ну, у нас как-то этот вот, эта номинация как-то подзарела в последнее время. А мы ждем все равно, если кто-то придет. У нас, может быть, сейчас авторская песня. И вообще в стране, и в Мурманске не в таком состоянии, а уж очень хорошем. Вот. Поэзию и прозу, конечно, принимаем. И в этом году еще мы, видимо, будем, объявили, по крайней мере, конкурс сочинений. О родном крае. Отсюда начинается Россия. Вот так он будет называться. Вот так что ждем и от школьников работы. Ну, это даже, это не литература, а это вот именно сочинение школьное такое. Ну, это понятно. А скажите, а каким образом можно принять участие? Куда направлять работу свою? И до какого числа это можно сделать? Все пароли явки указаны на сайте Капитана Грея. Можно набрать в поисковике «Вестиваль Капитана Грея» и ищите, обрящите. Там все это будет подробно. Там все адреса наши, в первую очередь. Дмитрий, а можете нам рассказать какое-нибудь стихотворение или отрывок в прозе? Что-нибудь ободряющее такое? Отреннее? Вы ободряющее очень многое хотите. Это, знаете, это как... Нет, на язык, конечно, свою прозу не помнишь. Одну стихотворение я вам прочитаю, правда, он очень такой давнее-давнее. Просто как-то в последнее время, видишь, хочется чего-то какого-то теплого, хорошего. Вот он такой осенний, а у нас осень вот уже на пороге. Правда, оно не про сентябрь, а про октябрь. Ну, у нас, в принципе, и сентябрь тоже. Иногда как октябрь. Ты говорила о погоде, о холоде и о тепле. О том, что осень на исходе и листья тянутся к земле. И осень, словно чья-то милость и светлый праздник покрова. Они, должно быть, мне приснились, как те случайные слова. Обыкновенные, простые, дорога, облако, река. А глянешься и след простынет, очнешься и пуста рука. И смысл их был совсем не важен. Все пристальнее и теплей. Всю ночь смотрели в окна наши, глаза больные, фонарей. Слова, как воздух. Он бесплотен, прозрачный, чистый в октябре. Ты говорила о погоде, о холоде и о тепле. Спасибо большое, это было очень здорово. Вам спасибо. Я вижу, что, слава богу, ты родился один шиво. И это уже радует. Дмитрий, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Хочется вам пожелать дальнейших творческих успехов. И чтобы вы, конечно же, открывали новые таланты на вашем фестивале «Капитан Грей». Ну, а с вами, дорогие друзья, я не прощаюсь. Смотрите нашу программу далее. Вас еще ждет много всего интересного. Продолжение гороскопа прямо сейчас. Львы. День может оказаться не слишком продуктивным, но не стоит кусать локти. Вы еще успеете отыграться за потерянное время. Девы. Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий. Весы. Вы будете витать в облаках. И в этом есть плюсы. Вас никто не сможет побеспокоить. Скорпионы, пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий. Однако вам не следует полагаться только на себя. Прислушайтесь еще к чему-либо мнению. Доброе-доброе утро, друзья! У меня для вас отличные новости про одного из самых известных персонажей кинотрилогии «Властелин колец». Выпустят игру. Теперь каждый из нас сможет почувствовать себя настоящим голумом. Это игра в жанре стелс-экшен, то есть голуму большую часть времени придется скрываться от врагов. Разработчики также обещают добавить механику раздвоения личности, как в той самой сцене из фильма «Властелин колец. Две крепости». Ползать посреди землю и злобно шипеть. Наверное, в каждом из нас просыпается такое желание, особенно после тяжелого трудового дня. Получается, в каждом из нас живет голум? Наверное, об этом лучше не думать. Давайте лучше вместе узнаем, что нас ждет в финальной части выпуска. Три недели творчества в фестиваль «Трасса» в современных реалиях. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, на сегодня, 27 августа, 75 рублей 54 копейки. Курс евро – 89 рублей 22 копейки. 10 норвежских крон сегодня равны 84 рублям 31 копейки. Как вы все знаете, уже практически полгода все культурно-массовые мероприятия проводить, ну, просто невозможно. Ну, а что же делать? Отменять их или, может быть, формат онлайн перевести? Нет, отменять нельзя, нельзя. А вот в онлайн формат самое то. Так и поступили организаторы трассы. Встречайте аплодисменты творческие площадки фестиваля «Трасса» этого года! Фестиваль «Трасса» берет свое начало в далеком уже 2008-м. И так уж вышло, что нынешний, 13-й по счету, пришелся на пандемийный 2020-й. Но организаторы решили фестивалю быть. Поэтому трасса пройдет в формате онлайн. Стать участником можно в трех номинациях – авторская песня, современный танец и стендап. Разговорный жанр будет представлен на трассе впервые. У нас также будут профессиональные жюри, которые будут оценивать конкурсные заявки. То есть по каждой номинации у нас сформировано два представителя по жюри, которые будут, согласно критериям, рассматривать конкурсантов. Уже начался прием заявок, который продлится до 13 сентября. Для того, чтобы стать участником, не обязательно даже выходить из дома. Просто снимите видео продолжительностью не более трех минут в любой из номинаций. Далее вывешиваете его на своей странице во Вконтакте или Инстаграм и снабжаете хэштегом. Жюри суммирует баллы, то есть градация баллов в каждой номинации от 1 до 10 баллов, согласно критериям. То есть один критерий – это оценивается от 1 до 10 баллов. Потом итоги все суммируются и на основании этого уже выявляются победители. Более подробную информацию ищите в группе Министерства спорта и молодежной политики во Вконтакте или на его официальном сайте. Там же опубликуют имена победителей фестиваля. Александр Суняев, Виталий Попков, ТВ-21. И вновь за советом к звездам. Стрельцы, сегодня лучше быть вежливым, чем искренним. Ваша правдивость оценена не будет. Козероги, вы будете высоко оценены окружающими. Рассматриваться будут как внешние признаки, экстерьер, так сказать, так и богатство вашего внутреннего мира. Водолеи, сегодня вам будут мешать незавершенные дела. Придется ими заняться, сколько бы сильно вы не спешили. Или занять ими кого-нибудь другого. Рыбы, будьте открыты для всевозможных альянсов. Совместные действия сегодня легко будут координироваться и просто обязаны быть успешными. Что ж, наша программа подошла к концу и нам с вами пора прощаться. Держите хвост пистолетом, сохраняйте спокойствие и верьте в лучшее. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин